Сегодня в СМИ появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимает с производства Ладу Приору. При этом официального сообщения об этом решении завода не поступало. Эксперты предположили, что ВАЗ решил тихонько списать Приору под презентацию новой Лады Веста. В ответ руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил, что по состоянию на сентябрь 2015 года производство Приоры выполнило свой месячный план. Персонал, занятый на сборочной линии, занимается мероприятиями по обучению, обслуживанию технического оборудования и улучшению рабочих мест. В общем, как всегда, навели тень на плетень. Реальные располагаемые доходы россиян в августе уменьшились на 4,9% по сравнению с августом 2014 года. Таковы данные Росстата. В целом, за январь-август доходы населения в реальном выражении сократились на 3,1%. Средняя номинальная зарплата в августе, по предварительным данным Росстата, составила 31 900 рублей, и, как ни странно, по сравнению с августом 2014 года, она повысилась на 4,4%. В то же время, в реальном выражении средняя зарплата упала в августе в годовом исчислении на 9,8%, а в целом за 8 месяцев она снизилась на 9%. Крым обещает снизить цены в следующем сезоне. В регионе налаживается логистика. Решена проблема с пресной водой, недостаток которой полуостров отмечал в прошлом году. Сообщается, что за решение актуальной проблемы сервиса и его низкого уровня тоже взялись. В межсезонье этого года будет организована целая серия семинаров и школ, направленных на обучение специалистов, работающих в гостиничном бизнесе и других сферах обслуживания туристов. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1736 пунктов. Среди лидеров роста – Преф и Башнефти и Татнефти, обыкновенные акции МВД, группы ПИК, ВТБ и Солерса. Аутсайдеры – Уралкалий, Мегафон, аптечная сеть 36,6 и Акрон. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. ФРС США решила оставить ставку на прежнем уровне. Ничего нового. Американские индексы завершили день в красном. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Курс доллара на 22 сентября – 66 рублей 14 копеек. Курс евро – 74 рубля 83 копейки. Золото стоит 2417 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 28 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 62 цента за баррель. А теперь время спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова